Девушки отдыхают Девушки отдыхают Повсюду грязь, мусор, испорченные продукты, немытая посуда и едкий запах Среди этого беспорядка играет маленький ребенок Это родная внучка Сергея Лимоха Ее мать Людмила Лимох уже полгода лечится в клинике от алкогольной и наркозависимости Присматривает за девочкой 80-летняя прабабушка Которая с трудом передвигается и сама нуждается в уходе Я когда упала у нас здесь на мосту У меня малый таз отошел от ноги А так как была нагрузка большая У меня отказала эта нога Вообще три дня не могла ходить Приготовить, поесть и убрать в доме некому Справляться с этими обязанностями приходится маленькой девочке А кто вам помогает, кто вам убирает? Я вот мыл полы, опять кто-то натоптал В этом жилище нет условий даже чтобы помыться Ну, пока не берет у них там водички Я купаюсь, а уже вода занесла, не купаюсь уже Продукты здесь появляются редко Когда прабабушке хватает сил дойти до магазина и есть деньги Каждый день ели мы кашу гречневую Было так, что встаем утром, каша гречневая, все, надоело То мы перешли на пельмени Захотела она дюшес Мы купили двухлитровую бутылку дюшес То ли она вроде бы не в холодильниках была В общем, мы ее выпили и заболели Купили вы вот это АЦЦ Оно, знаете, что-то вроде мы лечились им А в этот раз мы выпьем, а у нас отравление желудка идет Пожилая женщина и ребенок нуждаются в медицинской помощи Но пенсии Талины Ивановны хватает только на скудный рацион А вы на что живете, на какие деньги? Ну как, я 15 тысяч получаю пенсию Вот так на нее и живем А Сергей Лимох в это время находится за границей на отдыхе Талина Ивановна неоднократно просила его о помощи Она признается, певец их последняя надежда Алло Сережа, помощи можно от тебя получить? Сейчас не хватает у нас денег Да, а куда девается все, то, что вы сдаёте там? Да мы ничего, ничего не сдаем Понятно, ну давайте, перезвони попозже Попозже перезвонишь, помощь окажешь? Все В очередной раз звонок зятю не дает результата Талина Ивановна рассказывает Лимох всегда относился к своей дочери с пренебрежением И даже отвращением С рождения сомневался, родная ли она В детстве часто бил и унижал Да и мать не сильно жаловала Люду Отец её бил, мать тоже, то кормёжкой она окажет, то выгонит её А когда Людмиле было 20, отец вовсе ушёл из семьи и лишил денежной поддержки Через 5 лет от рака умерла мать Люды, Наталья Первая жена Сергея Лимоха Девушка не в силах справиться с потерей, начала пить Я ей сказала, не пей, она звонок пьёт Мама, не понимает, это мама моя Людмила оказалась на грани жизни и смерти Но даже тогда Лимох не пришёл на помощь У наркоманов её нашли Когда позвонил, чтобы он отправил её лечить Он мне сказал, мне больше не звони Деньги у шоумена есть Он активно гастролирует, снимается в рекламе и запускает новые проекты Но почему так упорно не хочет помогать? В нагаде всё спокойно, в нагаде всё спокойно И только не доволен, всю боль упадешь Огромными усилиями Люду удалось отправить в больницу Все расходы на себя взяло медицинское учреждение Сложная медикаментозная терапия помогла вернуть её к жизни И, к сожалению, она находилась уже буквально на грани смерти И нам удалось именно её выхватить, чтобы она действительно не умерла У неё тяжёлое состояние было с сердцем, с печенью Сейчас Люда не пьёт И каждый день работает с психологами Врачи говорят, чтобы побороть недуг Женщине надо понять одно Ей есть ради кого жизнь Смертной материи это являетесь? Конечно, нам жизнь даёт и жизнь забирает Всё зависит от тебя, и ты должна поднять ребёнка У тебя огромная такая ответственность перед собой и перед своим ребёнком Правильно? Да Плюс, что отец с собой не общается В этом плане плюс, но хотелось бы, чтобы общался Но даже серьёзная психологическая помощь пока не даёт нужных результатов Люде очень обидно, что отец Сергей Лимох не хочет признать даже собственную внучку Марину Дочку он мою до сих пор не видел Дочку уже 6 лет Ну, как бы, у меня папа известный Из группы Кармен, солист Сергей Лимох Он посчитал так, что он Ему ещё пока рано дедом становиться То есть Ну, как бы Что за сестры дочка родилась Он всё Как-то так относился Что у меня Сестры дочку он увидел, ей 3 года исполнилось Первый раз Мою до сих пор не видел Врачи говорят, потребуется долгое лечение И, конечно, внимание отца могло бы оказать благотворное действие Если бы её отец обратил на неё внимание И начал выделять там время для неё Давал бы ей мужскую любовь Это действительно помогло уделать Но стоит ли Людмиле ждать эту любовь? Когда женщина сможет вернуться к нормальной жизни И взять на себя заботу о своём ребёнке Специалисты сказать не решаются Пока маленькая девочка передаёт маме только видео-приветы Мне для себя, мам, плохо Бегаю и бегаю, мам И скучаю Сильно Скучаю Талина Ивановна говорит Самые страшные сейчас для них даже не болезни К ним уже наведывались из органов опеки Если же личные условия не улучшить Шестилетнюю Марину заберут в детский дом И это станет невыносимым ударом для Люды Дочь единственная, что заставляет её бороться с алкоголизмом Мы Тищенский хотели забрать Они как пришли, посмотрели, а это чей дом? Говорю, мой Как это твой? Мой дом Посмотрели холодильник Холодильники у нас продуктов было много Почему же Сергей Лимох до сих пор не пришёл к своей дочери? Его подруга и коллега по цеху Наталья Гулькина уверена У артиста есть свои причины Она говорит, я ей звоню Когда, допустим, я ей дал деньги Через 2-3 дня я ей звоню Она уже труппами снимает Всё, она загуляет Вы знаете, я в целом на его стороне Потому что я, в принципе, понимаю эту ситуацию И знаю, что Серёша Как только появится возможность Заберёт ребёнка себе Но это может произойти только в одном случае Если их лишат родительский прав У этой истории может быть счастливый финал, говорят врачи Людмиле очень поможет простое отцовское внимание Но почему папа и слышать о ней не хочет? У женщины своё объяснение Стыдно, может быть, что он такой Я так думаю Известные фамилии и детей бросил Люда Лимох не перестаёт надеяться Что после долгих лет молчания Отец всё-таки перестанет стыдиться её И протянет руку помощи своим родным